Всем самое доброе утро! Это канал Америкафер с Екатериной И я сейчас хочу вам, Мося, тут видите Показать одну нетипичную вещь для Сакраменто, собственно говоря, и вообще Калифорния Боже мой, что это, ребята? Боженька, верни нам нормальную погоду Такой тут дубак, я не знаю, ну октябрь Октябрь в России, вот такой холодный Прям под куртку Не знаю, я такое тут видела только в первый год Когда мы приехали, в глубокой зиме, в декабре Холодно прям, я хочу вам сказать, прям холодно Прям осень-осень, прям грустно, Сиро же Я, конечно, уже отвыкла от такого Как-то так И кто тут такой Попрошулькин сидит над полной миской? Товарищ Попрошулькин, Федя, есть будем? Кубик-рубик Кубик-рубик Есть будем? Да, мне насыпать Смотрите, смотрите, как смотрит Мам, а что такое мало? На, все, насыпала Ну? Нет? Нет, не катит? Мало насыпала? Женщина, что так мало, да? А так, так нормально? Так, если досыплю, нормально? Мало? Котя, у тебя как там? Бля, он за ней следит За баночкой, которую я насыпаю Котя, ты лопнешь Хватит, ешь давай Больше не будет Все, нету, видишь, положила Ешь Я врусно так посмотрела Ладно Буду есть Нет, не буду есть Понятно все с тобой Так, у нас капуста уже тушится Я нарубила Вот Просто помидорочки Помидорчики у меня такие есть Как на мясорубочке пропущенные Морковочка Как обычно, капуста Помидорки Кашу я сварила И я им сейчас ножки хочу сделать Он все продолжает на меня смотреть В надежде на что-то Мужчина На что вы рассчитываете? Федя Федя Оп Ожил сразу У тебя полная миска жадеба Это вообще Ребят Кстати, как вы делаете ножки? Я вот так вот делаю Я их беру прям в пакете Туда все спектры И там чем я решила намазать Чтобы руки не вымазывать Беру вот так лото И делаю вот так вот Все Все туда вывалила Пакет на выброс Джентльмен пришел проверять Максим, мне надо над едой, пожалуйста Федя Все Спросите, почему четыре ножки Во-первых, они огромные Во-вторых, я каждый день готовлю Они Витя две съест Макс одну дабы их съест И все А завтра я свежее приготовлю Что, долго что ли В духовку пихнуть? Ну, в общем, как-то так Ну и каша у нас И капуста тушеная Вот такой у нас сегодня будет обед И суп рассольник Кашу, ребят Я вот такую вот сварила Увелку Увелка Пшеничная Мне Витя любит кашу Ну, Макс тоже нормально ест Я еще люблю очень в пакетах Почему? Потому что Когда я стала правильно питаться Я стала варить все гречки Было очень удобно Потому что я могу взять один пакет Сварить Разделить его на две части И скушать я Конкретно я Вот И мне было удобно Что я ее варила Ну, порционно Чуть-чуть И варила каждый день Потому что, как я уже говорила Наше семейство уже привыкло Готовить каждый день И даже когда мы жили не в Америке Я готовила каждый день Вот Так что вот такую Я ее в русском магазине покупаю Еще у нас есть вот такая Пшеничная Был рис, закончился И у меня есть гречка еще Ну, она рассыпная Я не буду ее вам показывать Так что мы кушаем каши хорошо Я не помню цену Ну, что-то там порядка Порядка доллара три стоит эта пачка По-моему Вот И мы покупаем в русском магазине Ну, вот такая кашка получается Сейчас я размешаю Масло я уже положила Капусточка моя благополучно тушится Кстати, вы знаете, что в капусту Чтобы получилось хорошее Не нужно добавлять воды Ни в коем случае, когда тушь Положите помидоры С них будет жидкости так достаточно Вот Кстати, вот стоят наши последние хурма Мы сожрали всю ту хурму, которая была Вот это вот остатки сладкие Так что вот так Так, все задались вопросом Потому что я говорю Ой, это Витя А это Максиму А что же Кате? Катя-то ест вообще Катя ест Катя капуста тушеная И вот эта индейка Из нее такие тельки, котлетки делаю Не кладу, правда, рис Вот И со сметаной делаю томатную пасту Заливаю и протушиваю И получается мега вкусно И мне этого хватает Ну, раз, два, три, четыре На пять дней На пять дней Плюс я гарнир к ним готовлю овощные Салатик или тушеная капуста Или еще чего-нибудь Вот так Вот так Я просто себя готовлю отдельно, ребят Потому что Витя индейку не кушает вообще Она ему не нравится Макс иногда ныряет в мои тефтели Такое бывает Ему нравится Кстати, томатную пасту я обычно не беру Это просто случайно так получилось Мы попутали упаковочки Купили томатную пасту Обычно мы томатный сок покупаем Ну, теперь надо использовать, в общем-то, собственно говоря А насчет еды Ребят, почти в 40 лет Ну, минуточку мне в этом месяце 36 будет Не берется из сказки вес 52 килограмма И это много спорта и правильное питание Поэтому либо ты ограничиваешь себя И следишь за тем, что ты кушаешь Либо ты весишь много Ну, во всяком случае, в моем случае Так что это просто самоорганизация и все Только это Поэтому такой вес И ты либо хочешь хорошо выглядеть Либо хочешь хорошо есть Ну, я ем хорошо, просто не все подряд Вы знаете, в Америке многие средства гигиены Потом витамины Средства ухода для лица И всякое такое Покупают на iHerb Как вы помните, мы посмотрели-посмотрели Вкуску витамины В общем, это было Долго там стоять, читать Что там не входит Как-то на это Не занимать время наше Я пошла на iHerb И нашла Виктору Николаевичу витамины На iHerb Ох, они тут закручивают, конечно Сейчас, ребятки Помощник сразу пришел Помощник, морда такая пришла Сразу спал на стуле Но коробки наша слабость Так, вот, вот такие вот витамины купила Почитала Тут все положенные витамины И А, и Б, и Е В общем, написано, что мужчинам после сорока Ну, нам нету сорока, конечно Но после тридцати нету на iHerb Видать, до тридцати не пьют витаминки Мужчины у нас Вот И, собственно говоря, я подумала Ну, четыре года уже не разница Поэтому купила вот такие вот витамины Думаю, хуже не будет Обычный комплекс витамин Ничего там больше нету Написано по одной таблетке Каждое утро выпивать Вот Виктор Николаевич придет А его ждут витамины Вот так И сразу собрались Вот один сидит пришел Потому что коробку принесли Вот второй сидит Тебе-то что надо? Витамин? Тебе за сорок? Сорок плюс? Сорок плюс? Все тебе надо? В общем, вот так я ему поставила Возле кофеварки Он пьет по утрам кофе Ну и буду надеяться Что не будет забывать Выпить и витаминку А это, кстати, мой хлоргекс Вот это горло стоит Тоже нужно полоскать Периодически горло Вот он у меня тут стоит Чтоб я не забывала Ну и видите, на витаминке Теперь тут Вот такой обед у меня вышел Сегодня у нашего папа Курочка, капуста и каша Приятного аппетита нам Видите, дорогие мои Папочка у нас жмет И за обол кошку выметает Ку-ку Мы тебя снимаем Он возмущен, возмущен А вот друг его преданный ждет Раньше он через сеточку К нему выглядывал А сейчас нет Вот, заодно балкончик приберет Ну, ни одного листочка Как не бывало Главное, швабры по голове не получить Что, говорит, там бурмочишь Я говорю, сейчас я договорюсь Швабры по голове дадут Говорю, папочка жмет Заодно балкончик вытер Вымел Холодно там, ребята, все закрывают Холодно и мухи кусаются Ребят, у нас Пол восьмого вечера И что, 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 что Катя решила, что надо сходить В почтовый ящик У нас прохладно Я даже жилеточку одела Под кофточку Я не знаю, скоро, сколько Ну, градусов 12-14 Вообще не степично Для этой местности Такая температура Мы все прошлое зимое С девчонками вот тут просидели Ну, максимум там Поддевали какие-то кофточки Ну, сейчас Такой прям дубак Прям куртку можно одевать И даже сапоги поносить Которые сестра прислала из России Я когда уезжала Сапоги не забрала Ну, у меня было Особенно две пары У меня были одни Темные, кожаные Дорогие сапоги И замши вообще только купила Очень дорогие сапоги Из натуральной замши Вот Наташа мне их прислала Прямо по ссылке Почта России Все, приехали ко мне сапоги Вот Возможности Поносить их не было Первый год, когда мы приехали Было холодно Мне их не было Потом Наташа их летом прислала Прошлая зима была теплая, жутко Вообще, можно было В шортах ведь ходил А в эту зиму я так чувствую Я поношу по сапоги Вот Так что Сейчас посмотрим, что тут у нас Почта есть? Есть почта? Или как? Или где? Сейчас будем пробовать открывать Что там? Есть какие-то письмена? Сейчас забираем с вами Ну буквально Вчера с Витей Вчера с Витей Такую же почту забрали Все О, я даже два письма упустила Ай-яй Да, еще знаете, что хочу сказать? Вчера Сегодня Витя пришел с работы И говорит Катя На крышах Нужно крыши делать Даже был лед сегодня Лед был Вот так вот, ребят Неоновая вывеска Светится В кабинете нашего Менеджера Домик менеджера Бассейн опустел Подсветку отключили Ну, в общем-то Как вы видите На улице тоже Полосьмого вечера Никого Потому что Дубака Обычно в такое время Все тусят с детишками А сейчас Никого Кто-то стирает Пахнет порошком Сушилка А у наших соседей Сномался кондиционер Я себе не представляю Как они там Холодно Реально холодно Сегодня приходили Что-то там поковыряли Уже Неделю, наверное, им чинят С одной стороны Хорошо не жара Они бы там померли Под крышей От жары А с другой стороны Я вам хочу сказать, ребята Холод тоже, блин Конечно, можно одеться Но самое хуже ночью Потому что там пять деток Вот наверху живет Вон там над нами Ну что, я уже вернулась Буду сейчас продолжать Я сейчас жму Мои лежат Я сейчас жму И заодно сбегала за письмами Вот так Макс Вельк не занес Сейчас дожму Занесу велосипед И моя решила сегодня Сделать отбивных Говядина здесь Достаточно жирная Поэтому я из нее Делаю отбивные Ну, как обычно Думаю, никто не нуждается В рассказе Как молоточком отбить мясо Намазать специями И кляр Яйцо И Скажите мне И Мука Все как всегда И Максим что-то от меня хочет Что он хочет, сейчас узнаем Можно мне машинку на улицу? Можно ему машинку Ребята, ему можно машинку на улицу? А что ты свой завтрак не убрался? А можно, можно Бери Зачем же еще нужны игрушки Если ими не играть? Ушел У нас пришла Зима-зима Видите, какая сегодня погода Такая Папа зачифлил Нашу скамье Мы на зиму обязательно Берем полиэтилен И закрываем это все Когда занимаемся Просто ее раскрываем И занимаемся И закрыл наши велосипеды Сейчас открою, покажу Вот, видите Полностью Заглупаковала Мы еще эти Купим прищепочки Такие специальные Чтобы полиэтилен не подымался Ну, как-то вот так В общем, закрыл все на зиму И прямо это Свежесть такая Нечеловеческая Я уже такой вот Выкладывала Он забывает Закрывать у нас эту А я потом На проветривание открываю И коты могут пойти на волю Как-то так Прям зима-зима Осень-осень пришла Как-то вот так вот, ребят Что-то и нас внесло В холода Приготовила отбивные Но вам не показала Потому что, ну Закрутилась Вид, пришел с работы Всякое такое В общем, видите Из говядинки отбивнушки Получается прекрасный Мягенький Говядина здесь Эквивалентно совершенно Свинине Она довольно-таки жирная И не сжимается Поэтому из нее Прекрасные отбивнушки Получается Всем советую Пробуйте делать из говядины Потому что свинина здесь Мега-жирная Свинину мы пристали Вообще кушать И покупать Потому что тут Замена нашей свинины Здесь говядина, ребят Вот так как-то Папа решил поиграть Коты переполошились Я вам уже показывала Как вот эти Закрутую пиццу Тире Шурма Делать Уже есть видео на канале Сегодня я опять сделала Потому что муж попросил Сделать ему на завтрак Внутри положила колбаску Сурок Помидорчик И соленый огурец Ну и Они горячие И хрустящие Они такие тверденькие Получаются Зажаристые Очень вкусно получается Советую всем попробовать Так, а у Максимки У меня сегодня на завтрак Манная каша Мы с ним любим каши Наш папа каши не ест вообще Поэтому у него Отдельная тема С мини-пиццами Или а-ля шурма Как Витя ее называет Мексиканская А у нас манка Вкусная и сладкая Ребят, всем привет Сижу на пласке Жду Витю Витя пошел в стоматологию Вон позади меня здание Это наша стоматология Ему должны сегодня зуб наконец-то полечить Вот А потом мы с вами поедем в магазин Вчера Мне написали Ко мне пришли новые подписчики И кто-то Все задают свои новые вопросы Которые они хотят задать И вот спрашивали Про жизнь в России Там сравнение Россия и Америка Хотя я не буду делать такое видео Потому что оно бестолковое Россия это Россия Свои, как говорится Жизненные позиции И качества в ней есть хорошие Америка это Америка Это две разные истории И в той, и в другой стране Свои плюсы Не буду я хаять Россию, ребят Хоть убейте меня Потому что Все равно это был наш дом И мы по-своему любим Россию И по-своему уважаем Россию И по-своему любим Америку И по-своему уважаем Америку Но там просили рассказать о нашей жизни в России Я вот подумала Для меня это была обычная жизнь Что конкретно вам бы было интересно Чтобы я вам рассказала о России Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео Что конкретно вам бы было интересно узнать О моей жизни в России Потому что, ну как, мне кажется Как и здесь Примерно у нас был тот же стиль жизни Мы семейно ориентированные люди Оба Мы были сосредоточены на ребенке Если бы я снимала подобное видео Как я снимаю в России В Америке Из России То вы бы, скорее всего, увидели кучу нашей дачи Которая у нас была Скорее всего, я бы рассказывала там Как Витя строил домик Сначала он такой небольшой построил летний Потом он залил Вырыл Сам руками фундамент Связал опалубку И залил это все Под большой двухэтажный дом В котором мы собирались жить Он строил его Ну, планировал строить Собственно говоря Скорее всего, я бы много этого показывала Потому что мы очень любили нашу дачу Были на ней сосредоточены Но дача, я так называю На самом деле, это 8 минут от города Это земля за городом Собственно, там все строили дома Как раз стали разрабатываться эти земли Мы еще купили, когда там не было ничего Ни света Была голая земля Вот Так что, скорее всего, если бы я снимала такие видео Я бы вам показывала Что мы делаем на даче Как там что происходит Как движется это все И было бы куча семейных видео Оттуда вам Ну, а в общем-то Вы сами напишите Что вам было бы интересно Я бы Что бы вы хотели Чтобы я вам написала Возможно Потому что я, собственно говоря Вкратце рассказывала Сколько мы переехали в Россию Когда там мы поженились Как Когда Что обстояло в России Те, кто смотрит давно мои видео Скорее всего, это все видели Ну Следующее видео Скорее всего У вас будет О магазинах Потому что сейчас Магазин получается Съездить только в субботу Много учебы Но я хочу вам сказать Что скоро у нас будет отдых Потому что мы учимся До 15 декабря А потом у нас Целый месяц отдыха Мы прям сами себе не верим Что мы целый месяц Ничего не будем делать По институту И будем отдыхать И, наверное, у вас будет Больше видео И больше возможностей У нас куда-то есть И что-то вам показать Если будет позволять Конечно, погода Ну, как-то так Ну, и, кстати Сегодня на улице Гораздо теплее Вообще Намного Солнышко Ветра нету Никакого дождя Прям сегодня Глаз радует Такая погода Солнышко